Незакрытый долг имеет свойство нарастать как снежный ком. Это относится и к долгам по квартплате и по коммуналке. При неоплате даже за месяц возникает брешь в бюджете как у тех, кто предоставляет услуги ЖКХ, так и у самих людей. А что говорить, если такой долг копится уже полгода и больше? С теми из жителей поселка Монина, кто оказался в подобной ситуации, встретились члены профильной комиссии администрации городского округа. Помимо муниципальных чиновников, в нее входят и представители МособлЕРЦ. На заседание комиссии вызвали должников, проживающих в муниципальном жилье. Их в Монине около 200 человек. По 93-м квартирным домам, которые обслуживаются управляющей компанией ВЕГА, долги населения на начало этого года составляли около 70 миллионов рублей. К 1 апреля они уменьшились на 3 миллиона. Мы провели достаточно хорошую, плотную работу с мировыми судьями, с приставами, для того, чтобы погасить этот долг. Оповещали людей, звонили, проводили беседы, вот такие вот встречи, которые сегодня проходят. Но вот основная доля долгов – это долги за коммунальные услуги жителей, которые проживают в муниципальных квартирах. В обслуживании УК «Наш город» находится 17 многоквартирных домов. В них у жителей по муниципальному жилью набирается суммарный долг в размере около 1 миллиона рублей. Все наши абоненты муниципальные, они просужены, то есть поданы заявления на вынесение судебных приказов. По части данных должников происходит принудительное взыскание. Либо же люди, получая судебные приказы, самостоятельно приходят к нам в управляющую компанию и производят оплату частично, и закрывают долг. Те, кто не производят добровольно, соответственно, производят службу судебных приставов. Ситуации у жителей разные. Есть немало случаев, когда члены комиссии вынуждены детально разбираться, чтобы неплательщики могли выйти на погашение долга. Им предлагается заключать соглашение на постепенную выплату долга в том размере, в котором это возможно. Но при этом обязательным условием является оплата текущих начислений. К сожалению, есть случаи, когда уже нет возможности найти приемлемое решение. Фактически приходится признавать неплательщиков злостными. Например, есть долги, которые доходят до цифры в 700 тысяч рублей. Но и на них, обещают специалисты, управа найдется. Конечно, это принципиальные неплательщики, как мы выяснили. То есть не те люди, которые действительно находятся в такой затруднительной жизненной ситуации, а те, которые просто не платят. И понимают, наверное, ну они для себя как-то вывод сделали, что никто с них это не востребует. И они так и будут проживать легко и просто. Нет, таких людей мы будем прослужить, будем выходить в суды на выселение на койко-место. Андрей Циханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.